вы знаете как происходит загрузка операционной системы у нас на диске ищется апрельный сектор там находится загрузчик загрузчик загружает ядро ram диск и далее загружаются скрипты мы сейчас посмотрим как работает собственно загрузчик качестве загрузчика используется загрузчик group краб у них гно универсал будут сейчас мы подключим загрузчик у нас в каталоге boot у нас ядра собственно вот у нас само ядро и и нет ram диск ram диск который подгружается после того как загрузилось ядро ну потому что для многих вещей требуется наличие утилит наличие модулей дополнительных и так далее поэтому ram диск зачастую очень нужен но в частности у нас на лвм встает обычно машина лвм у нас второй лвм 1 был полностью в ядре а второй лвм требует утилит эти утилиты находятся на и нет ram диски а сам групп вот групп 2 вот вот этот файл файл если файл для группа 1 вручную делался для групп 2 генерится вот таким вот образом достаточно сложная вещь давайте мы попробуем посмотреть как можем конфигурить групп давайте вот в каталоге дефолт находится файл описание групп тайм-аут сколько групп последние сейвы . какой выбрали то будет последние вот у нас команд-лайн мы давайте подправим команд-лайн f3 and f3 и в 5 и уберем вот эти два параметра это redhead graphic boot и quite поменьше информации выдавать вот их убрали давайте мы посмотрим в буке групп к фд у нас вот они записываются загрузка ядра вот вот и не график с будто квайт давайте мы перегенерим есть у нас специальная утилита мы можем чтобы было еще более наглядно скажем тайм-аут поменять ну скажем 10 поставить внизу там счетчик идет значит вот давайте групп 2 мк конфиг минус о будут групп 2 групп в некоторых дистрибутивах просто групп уже называется не разбить не разбивается на группу групп 2 так смотрим что он перегенерился вот у нас исчезли график путь значит и значит что это у нас тут тайм-аут тайм-аут стал 10 как мы прописали мы можем перегрузить и увидеть что загрузка идет без графического бута это вы можете сделать и сделать скриншот убедиться в этом а мы сейчас сделаем следующий шаг мы будем считать что у нас проблема с компьютером он не загружайте нормально и нам его надо установить восстановить мы это сделаем так мы будем использовать сначала загрузку до систему д а в systemd мы выберем не стандартный у нас дефолтный юнит когда загружается графическая среда специальные юниты таргеты которые дадут нам возможность восстановить систему так перезагрузку сделаем так вот у нас здесь секунд нажмем букву я edit и вот этот вот файл который мы только что смотрели он не весь его показывает а показывает только файл от на кусок файла относящийся к этой строке вот у нас загрузчик ядра а это загрузчик и нет rd параметры у нас идут у ядра давайте мы нажмем и и добавим что у нас конкретный определенной цель у систем д пищем систем д юнит риск таргет значит это достаточно мощный набор загружаемых модулей и мы можем восстанавливать систему с помощью риск таргет control x там напишем нажмите control x нажали control x так пошла загрузка у нас видите отключен графический бут вот мы дашь дошли у нас просит пароль и и можно начинать восстановление системы если вы умеете восстанавливать ну и посмотрим лист юнит вот юниты которые загружены всего 74 строчки у нас то есть достаточно немного юнитов но все что нужно то есть лвм загружен всякая но в общем да можно восстанавливать систему если так environment вот это у нас пути все прописано есть ли у нас даже это не загружается контуру то мы можем еще более скромную цель задать так опять находим энд и зададим эмиджен все таки таргет систем д юнит равно так control x нажали пароль ввели ну и давайте точно так же мы посмотрим систем control list units вот совсем совсем мало юнитов то есть ну тут мы должны приложить все свое умение для восстановления системы 9 юнита всего а теперь еще более убогое окружение сделаем и загрузим только ядро и и не трам диск никаких таким а он тут видите под монтировано что-то ничего рут монтировать не будем ничего только вот и не трам диск запустим никакого систем control никого систем да не будет только для чего то нам нужно а это нам нужно будет для того чтобы не отвечать на вопрос какой бы пароль хотим а поменять пароль вот такой таргет control x так вот и мы владельцы этой машины получается что любой человек который получил физический доступ к компьютеру он может делать с ним все что хочет поэтому нужно то и физическую защиту применять ну а тут дальше достаточно просто что у нас подмонтировано так вот видим cintos root у нас на сис root подмонтирован значит и он подмонтирован read only вот read only сис root read only мы естественно там среду для ничего не сделаем мы его перемонтируем опция римаунт ридрайт запятую потерял я вот она ридрайт наш сис root да все дальше мы что можем сделать мы можем войти и удалить строчку по свд мы можем с помощью команды по свд сгенерить новый пароль ну давайте с помощью команды по свд сделаем для этого нам труд нужно сделать труд сис root вот так вот и начнут он требует обычно два параметра каталог и шелл но тут у нас по умолчанию он понимает что шелл стандартный но хотя вы можете задать его сами пишем по свд ну и пароль обновили пароль тут у нас поругал что мы неправильно пароль короткий сделали слишком мы не реагируем тут такая ситуация у нас а селеникс ты не подгружен мы же с чадов сейчас работали фактически сюда пароль записали а политику селеникс не подгружена и мы метку не восстановили таким образом метка сбита как и нужно собственно восстановить метку селеникса ну и я думаю мы это сделаем таким образом мы загрузим политики селеникса вручную вот видите без метки и после этого поменяем мы пока не можем restore икон сделать потому что собственно ниоткуда читать мы так кусочек селеникса запрыг загрузили поэтому явно указываем change context shadow t это второй shadow смотрим да ну собственно все мы ctrl d он дальше начинает загружаться после этого вы заходите под собой и с командой су проверяете поменялся ли пароль или нет ну собственно под рутом то вы можете войти на самом деле давайте мы клавиатура это тут наверное вот меню нажмем клавишу и скажем f4 переключились консоль root вот тут root пожалуйста вот залогинились все поменялся наш пароль все наш сервер что хотим то и делаем с ним вот таким вот образом мы можем поменять пароль на сервере есть ли какая-то проблема случилась ну уж я не знаю какая у вас проблема случится но иногда это требуется да вот